С новостями к этому часу Динара Садул. Здравствуйте. И начнем выпуск с новостей спорта. Женская сборная Казахстана по шахматам вошла в топ-6 рейтинга Всемирной Олимпиады, которая в эти дни проходит в индийском Чинае. Мужская же сборная опустилась с седьмой строчки на 12-ю. Данные опубликовали на официальном сайте турнира. Накануне 6 августа казахстанские шахматистки одержали победу над сборной Словакии. Мужская сборная потерпела поражение от Азербайджана. В эти минуты в Алматы проходит ежегодная велогонка среди любителей туров World Class Алматы. В этом году она собрала порядка тысячи участников. Гонщиков ждут различные виды маршрутов. Наша съемочная группа находится на старте забега. Гафу Уали с нами на прямой связи. Он следит за происходящим. Гафу, доброе утро. Вам слово. Да, коллега, самое интересное уже случилось. Старт был дан еще два часа назад. Несколько минут назад были и финиши. Но забег продолжится еще где-то три часа. Как вы и отметили, участников порядка тысячи человек. Они все разного возраста. Первыми забег начали более молодые участники. Им предстоит пройти маршрут в 14 километров. Так сказать, детскую дистанцию. А вообще дистанции три. Это 14 километров, 32 и 52. Участники дистанции 32 и 52 километров проедут по красивому маршруту от ближайшего ТЦ до восточной объездной дороги. Проедут ледовый комплекс Халгарена и развернутся по развязке на проспекте Рускулова. А атлеты на дистанции 32 километров проедут по проспекту Аль-Фараби и завернут на финиш к торговому центру. А участники дистанции 52 продолжат дальше по улице Сайна до Рускулова. Развернувшиеся велосипедисты вернутся до улицы Розбакиева, где завернут на финиш. Все вышеперечисленные мной улицы будут частично перекрыты до 13 часов 00. Преимуществом сегодняшней трассы является отсутствие острых разворотов на 180 градусов. Все развороты проложены по новым развязкам, что облегчает маршрут велогонщиков-любителей. Вообще на сегодняшний прямой эфир мы хотели поговорить с организатором, но так как у нее много забот, ее сейчас рядом со мной нет. Поэтому я, наверное, на этом закончу, а с ней поговорим чуть позже. От себя хотел бы пожелать атлетам легких ног. Динара, у меня на этом все. К слову, по темпам распространения коронавирусной инфекции Алматы по-прежнему находятся в зеленой зоне, сообщает межведомственная комиссия, как и все регионы Казахстана. Исключение столица. Мегаполис в желтом секторе. За минувшие сутки положительный тест на коронавирус сдали 1988 казахстанцев. Недоношенных актюбинских малышей с проблемами зрения теперь не нужно отправлять в столицу. Хирургические операции будут проводиться на месте. Это стало возможным благодаря приобретению уникального офтальмологического аппарата. Лазерный коагулятор сетчатки стоимостью 100 миллионов тенге областному перинатальному центру подарил благотворительный фонд Айала. Оборудование французского производства доставили в город в прошлом месяце. Сборкой занимались московские специалисты. Сегодня аппарат полностью готов к работе. Своего часа ждут и специалисты, прошедшие курс повышения квалификации. Отмечу, с начала года ретинопадия была выявлена у 40 малышей, родившихся раньше срока. Семерым потребовалась операция. Состояние детей, которые требовали таких операций, не позволяло транспортировки у троих детей. Мы провели операцию на месте. То есть специалист с этим аппаратом по линии санитарной авиации был доставлен к нам, и операции проводились на месте, так как состояние детей могло при транспортировке ухудшиться. Остальных детей мы отправляли в республиканский центр, и они были успешно там приоперированы. Удивительные скульптуры из веток и пней создает житель Петропавловска Габит Тимирбеков. Материал для своего творчества он собирает на улицах города, на берегу реки, в лесу, в общем, везде, где встретят что-то необычное. С ремесленникам встретилась Нургуль Ахметова. Это елки новогодние. Народ выкидывает, вот так вот пинем. В руках Габита Тимирбекова любая коряга превращается в произведение искусства. Из веток, стволов и даже корней деревьев он создает удивительные скульптуры и предметы интерьера. Дерево засохло, дерево и корень. Пошли, обработали. Ну, тут ничего не надо, в принципе, обрабатывать. Тут уже все, видите, он сам по себе пропал, высох, сгнился. Это будет журнальный столик. Но он еще не готов. Габиту Тимирбекову 58 лет. По специальности он учитель биологии, а ремеслом занимается с детства. Умелец все делает вручную, и даже инструменты у него старинные. Идеи для творчества подсказывает сама природа, говорит ремесленник. Задача мастера увидеть что-то интересное в переплетении и изгибах ветвей. Вот, к примеру, из кленового пня получилась необычная ваза для цветов. А эта коряга, похожая на дракона, после обработки тоже стала полезной для дома вещью. В ход пошли даже дрова. Вот эта вещица вот такая, видите, как по Пушкину, разбитого корыца в сказке, понимаете? Получилось, как я заносил дрова. Вот эта вот полежка уже расколотая. Она уже ничего, я почти не делала. Я только вот это выбрал. Вот внутрь выбрал. Вот этой штуковиной. Вот. И чуть-чуть дал вот эту. Ремесленник занимается и аквадизайном. Разводит рыб, черепах. Для них он тоже подобрал подходящие коряги. Мечта мастера – передать свой опыт молодежи, которой было бы интересно заниматься ремеслом. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Хабар, 24, Петропавловск. Теперь о том, что происходит в мире. 24 человека погибли, еще больше 200 пострадали в результате авиаудара Израиля по сектору Газа. В числе погибших 6 детей и 2 женщины. Напомню, обострение палестино-израильского конфликта произошло накануне. На этой неделе армия обороны Израиля начала операцию «Рассветы». Наносят удары по целям террористической группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Больше 120 человек пострадали во время крупного пожара на нефтебазе Кубы. Еще 17 человек пропали без вести. Сообщается, что пожар в одном из резервуаров нефтехранилища начался с мощного взрыва в пятницу. Утром в субботу огонь перекинулся на соседнее хранилище. В результате в небо поднялся огромный столб дыма. Сейчас пожарные продолжают тушить огонь. Для спасательной операции Кубы запросила международную помощь. Из районов, прилегающих к нефтехранилищу, эвакуировали почти 800 человек. Во Франции общая протяженность пробки на дороге составила 1000 километров. Тем самым побит рекорд прошлого года. Причина транспортного коллапса – массовый отъезд людей на курорты. Большие заторы отмечаются на трассе из Парижа в Бордо. Об этом сообщила служба мониторинга дорожного движения. Подобная ситуация осложняет поездки по всей стране. Движения на юго-востоке республики классифицируются как чрезвычайные. Ожидается, что в ближайшие выходные пробки все же рассеются. В рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном на Приморском бульваре Баку установлена казахская юрта. До конца августа там будет открыт информационно-туристический центр «Велком Тюкейзе», где планируют провести выставки. Наши корреспонденты побывали на открытии юрты. Все подробности в следующем сюжете. Переносной дом, идеально приспособленный к кочевому образу жизни, теперь появился и в Баку. Казахскую юрту установили на берегу Каспия, Приморском бульваре. До конца месяца жители и гости города смогут посетить в ней две выставки. Первый расскажет о достопримечательностях Казахстана – горнолыжный курорт Шимбулак, космодром Байконур, центр соколиной охоты Кран с живым соколом и виртуальной охотой. Как сообщил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдекаримов, ежедневно с меняющейся выставки будут знакомить гостей с туристическим потенциалом городов Алматы и Шимкента, Алматинской, Туркистанской и Магустаусской областей. Организаторы запланировали концертные и развлекательные мероприятия на открытом воздухе. Мы привезем в течение месяца практически все регионы нашей страны. Мы везем ремесленников, мы везем художников, мы везем туроператоров, турагентов, кроме того, мы везем туристов. Мы хотим после пандемии, после долгого перерыва напомнить вашему народу о том, что есть братский народ из Казахстана. К братскому народу из Казахстана с любовью – такой слоган у мероприятия. Следующее, о чем узнают посетители выставок – казахские традиции. Ожидается, что данное направление особенно полюбится зрителю, поскольку оба народа имеют определенную связь. Сходство языка, культуры, единство религий, исторические корни и, конечно, географическое расположение. В рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном запланировали ряд мероприятий. А открытие казахской юрты стало главным событием. Именно это мероприятие показывает сходство наших культур, быта и традиций. И это еще раз доказывает то, как бережно мы относимся к нашим корням. Мы укрепляем не только дипломатические отношения, но и культурные связи. В этом у нас огромный потенциал, и на будущее задумано немало совместных проектов. Для посетителей юрта будет открыта до конца лета. И на этом пока все. Желаю вам хорошего воскресного дня и до встречи.